Описывайтесь, пожалуйста, Ваше отполнение Владимировича. Агафов Евгений Владимирович. Число месяц года Вашего рождения? 4 июля 1992 года. Где вы здесь? Город Каховка, Херсонская область. Где зарегистрированы и где проживаете? Херсонская область, город Каховка, ПГТ Любимовка, год 84. Зарегистрированы, проживаю в Гурзуфе, ПГТ Гурзуф, Пролетарская, 24. Гурзуф, соответственно, вы здесь? Да. Гражданство? Украинское. А образование какое-то? Среднее. Семейный должность? Не женат. Детей есть? Нет. Где работаете? Кем? В данный момент неофициально работаю на стройке. Отношение к боевской обязанности, военное обязанное? Ушел оттуда с Украины, был военнослужащий. Ради судимых? Нет, не судимых. Отличные сведения установлены по его военному билету и паспорту, который приобщен, копия которого приобщена к интиму уголовного дела. Вы состоите в наушнике врача-нархозного психиатра? Нет. Жалобное состояние здоровья не имеется? Нет. Нет. Травма головы? Нет. Объявляли о том, что в данном следственном действии применяется видеозапись, которая защищает? Присоединяйтесь, пожалуйста. Видеозапись осуществляется на цифровую видеокамеру Канал. Я вам разъясняю перед началом допроса. Ваши права и обязанности предусмотрены на участие в сайте 56-го правительства, предоставить правила казаться на связи с собой самого себя, своего супруга, других листов, которых облигнуло у прокуратуры в федерации. При согласии к показаниям предупреждаю вас о том, что они будут использованы в качестве доказательства уголовного дела, в таком случае вашего последующего отказания. Вы прави давать показания на родном языке и языке, который вы владеете. Правила пользоваться помощью переводчика бесплатно, заявляя отвод переводчику, участвующему в допросе, заявляя от ходатайства, принятия жалобные действия, бездействия, решения дознавательных следователей, по поводу и суда. Являя статусом 2-каном в соответствии с частью 5.1.89. Уп. Федерации. Адресы применения и безопасности предусмотрены с частью 5.1. Уп. Федерации. Вам понятно, что право? Да. Вы владеете русским языком? Да. Нужна здесь помощь переводчика? Нет. Одновременно я дополнил на обвесные статью 5.1.1.2.3 о том, что непонятность следствия по персоналу себя, высокого и близких ростов. Вам понятно? Да. Одновременно предупреждаю вас, обголовное ответственность, за отказ отдачи показаний по статье 308 уголовного кодекса Федерации и задачу заняло выжить показания по статье 307 у карты сельской федерации. Вам понятно? Да. Евгений Андреевич, сегодня вы были докрошены в качестве уголовного дела 201-837-72, возгруженному по факту применения запрещенных средств методов введения войны на территории Санкт-Петербурга, Донецкой и Булганской дороги к республике. Подтверждаете данные свои показания? Да. Данные они вами добровольно, соответствуют ли они действительности? Да, соответствую. В связи с вашими показаниями у меня будет 9 обращающих вопросов. Расскажите, пожалуйста, вкратце о вашей службе в Украине. Призвался на контракт 24 декабря 2012 года в Николаевскую часть бригады трактической авиации, номер части А44-65, попал подразделение 1-й авиационной эскадрильи на должность механика авиационного вооружения. Задача была подвешивать на самолет авиационное стрессовое поражение. Боекомплект. Где дислоцировать ваша часть в момент вступления вас на воинскую службу и в дальнейшем до того, как вы потянули расположение вооруженных сил в Украине? Николаевская часть дислоцируется в Николаеве. В мае 2014 года часть бригады была отправлена в Миргахст в командировку под привлогом учебно-тренировочных полетов. Вместе с самолетом было отправлено. До июня, в июне, в середине июня был я направлен в командировку, уже в Чугуеве. Уже часть перебазировалась в Чугуеве. Осуществляли вылет, применяли боекомплекты. Две недели находились в Чугуеве. После перебазировались в Днепропетровск. В начале июля, получается. Самолеты регулярно вылетали на учения, как мы говорили, в учебно-тренировках, по полюбам, на бомбе. И в середине июля, примерно, мы узнали, что самолеты самолеты-5 наши бомбят Донецк и Луганск. По полутина стою. Ну, если бы ничего, это бы сказать, не надо. По полутина стою июля, в этот день, самолеты летали регулярно, так само, как и прежде. С утра начали летать. После обеда в воздух поднялись три самолета, С-25. Два последствия были сбиты. Вернулся один самолет, летчик, капитан Волошин, вылез из кабины, находясь рядом с ним. Спрашивали замечания этих составов по самолету. Узнал замечание, продолжили обслуживать самолет. Остальные летчики... В дальнейшем ушел он с остальными летчиками. Слышал фразу от него, самолет не тот. Летчики ушли в ангар. Мы продолжали обслуживать самолет, и самолеты далее продолжали вылет. Ближе к вечеру узнали, что был сбит в этот день Боинг, пассажирский самолет. Мы вечером, ближе к ночи, уже к 11 ночи, проземлился крайний борт. Мы обслуживали самолеты, подвешивали на него свиста поражения в боекомплекте. Вблизи самолета находились летчики. Выходили полетом Дякиев, подполковник, и капитан Волошин. С ними были еще два. Фамилии не знаю. Фраза была, от Дякиева, к Волошину. Вопрос был, что там с самолетом. Но что Волошин ответил, самолет оказался в ненужное время и ненужное место. Ну и в связи с этими всеми словами и обстоятельствами самолета, сбитыми Су-25, в общем, пришла одна сликова, что это было по... Разбор был по поводу Боинга. Такой вопрос. А вот какое вооружение ставилось на самолету Су-25 в тот день 17 июля? В частности, как вы пояснили, на самолет Волоши. И имелось ли у данного самолета технические и характеристические вооружения для поражения такой цели? Да, были подвешивались на самолете, неуправляемые ракеты для работы по наземным целям, подвешивались бомбы, а ФАБы, ФАБы, 250, а ФАБы в тот день были. На один из самолетов, тогда из той тройки, был неуправляемый ракет С-25, на самолете Волошина были ракеты С-8 и бомбы, ФАБы, 250, вместе с ракетами воздух-воздух, Р-60, которые способны на расстоянии, либо довольно большому захватить цель и сбить воздушную цель. А какой принцип наведения дальше? Тепловое. Ракета захватывает тепло на очень большом расстоянии и может лететь до 10 километров за этой целью. А у других самолетов, скажем, из которых вы летали, вместе с самолетом Волошина, такое вооружение было установлено? Нет, ракеты, эти Р-60, висели всего на двух самолетах из всех, которые находились на данном Днепропетровске. Второй самолет, на котором были установлены ракеты, которые были самолетом Волошина, как вы пояснили, он вылетал? Нет, он не вылетал. Самолет с Р-60 ракетами вылетал только для сопровождения прикрытия остальных самолетов в воздухе, для защиты от воздушных целей. То есть, если я вас правильно понял, 17 июля с единственным самолетом Су-25, который был снаряжен ракетами класса Волошина Р-60, где-то, был самолет Волошин. Да. Что так? Поясните, вот такой момент, значит, что касается, известно ли вам что-либо о наличии у ополченцев салтопровозглашенных Донинской и Луганской аграрных республик авиации? Нет, таких фактов и, в общем, такого не слышали, ничего подобного. Какие-то еще разговоры в дальнейшем части относительно обстоятельств того, что был сбит гражданский самолет у вас были? Есть. Тогда еще такой вопрос, значит, имеются ли у вас какие-то основания оговаривать своих будущих военнослужащих, в том числе как капитана Волошина? Нет. По какой причине вы покинули расположение вырубанных сил Украины и как казались, чему казались антидергию Российской Федерации? Не согласен с политикой армии да и правительства по отношению к карательной операции этой КТО. Был принудительно хотели опять отправить. Я отказался потому, не согласен с ним по этому поводу. Покинул счастье 28 августа. На протяжении двух месяцев скрывался еще Украина. Впоследствии 25 октября Зайер приехал на территорию Крыма. То есть добровольно ли пересекли военнослужащих Федерации и Украину и оказались на территории России? Добровольно, чтобы не скрываться в Украине. Что-нибудь у вас еще есть к дополнить к существу? Известно ли вам какие ставить боевые задачи и какие боевые задачи выполняют ваши служивцы-летчики в отношении объектов гражданского населения и гражданские инфраструктуры? Конкретно задачи летчикам ставили руководители полетов. Это, как правило, были руководители полеты составили летный состав летчики. Это был и командир части подполковник Помогайба и подполковник Дякиев и подполковник Шевцов. Менялись, очередовались. Конкретно задачи по городам и по-востоку Луганску летчикам ставили они. По поводу вылетов тоже самое. Ставили они и по вариантам подвески какие подвешивают что подвешивать на самолет. Тоже руководили руководители полетов. Всегда был один человек. А известно что либо вам что неизвестно ли вам что-либо о фактах авиационных ударов именно не по военным объектам а по объектам гражданской институтуры Нет неизвестно Вы принимали непосредственно участие в боепрессе? Нет Я обслуживал самолет и по приказу Тогда я предлагаю сейчас на племенную видеозапись средственного действия перестановить чтобы вы ее просмотрели все это так на лице фиксировано все это так и должно после чего следственное действие будет задано время приостановления видеозаписи в 19 часов 5 минут